Итак, очень симпатичный, очень маневренный, очень хороший на дороге японский автомобиль. Toyota Yaris второго поколения. Первого поколения Toyota Yaris очень нравилось, прежде всего, женщинам, потому что она была симпатичной. Это в первую очередь, потому что она была стильной, она была удобной, она была маневренной. В принципе, все эти качества остались и в новом поколении Yaris. Здесь стоит роботизированная коробка. С такой мы встречались впервые на Mitsubishi Kolt. И вот вторая встреча на Toyota Yaris. И снова неприятная встреча. Роботизированная коробка поставлена для того, чтобы, во-первых, автомобиль не стоил слишком дорого. Если поставить сюда классический автомат, машина будет еще дороже, а мне кажется, уже, в общем-то, дороже и не надо, 18 тысяч евро. Это и так хорошо. Благодаря этой коробке расход топлива в городском режиме существенно сокращается. И, в принципе, его можно вывести до 6,5 литров на 100 километров. Это серьезно. Это действительно экономно. Это трансмиссия ММТ. Это большой технический провал. Коробка не дает возможности ехать нормально. Даже человеку с очень серьезными ездовыми навыками. Коробка, отверто говоря, абсолютно провальна. Для меня, как для среднего споживателя, который до теперь хочет и будет хотеть керовать машиной, а никак не наоборот, чтобы машина или какой-то агрегат диктировал свои условия мне. Эта коробка не работает моих потреб, а, изважите, средних потреб. За 15 минут я научил ногу скорочевать дистанцию перемыкания передач. Но для чего и почему я за 18 310 евро повинен еще чему-то дополнительно сесть, поехать и отримать удовольствие? Единственное, что могу сказать, покупайте с механикой. Бог с ней. Не будет автомат. Но у вас будет стоять классическая механика. Вы к ней привыкнете и получите море удовольствия. Ничего. С механикой люди тоже ездят. Происходит какая штука. Вы отпускаете педаль тормоза, и машина откатывается с горки. То, чего нет при классическом автомате. Еще раз, смотрите. Я вчера, это вчера было, я просто испугалась. Я отпустила педаль тормоза, и машина покатилась назад. Что нужно сделать, чтобы у вас не было неприятностей? Во-первых, очень важен психологический момент. Вы отпустили педаль тормоза, машина покатилась немножко назад. Не бойтесь, она сразу же схватится. Смотрите, я отпускаю педаль тормоза, и сразу же подхватилась. А если вы отпустили педаль тормоза, машинка покатилась чуть-чуть назад, вы испугались, схватились опять за педаль тормоза, нажали ее. Потом, когда вы ее опять отпускаете педаль тормоза, машина все равно будет откатываться назад. Поэтому не бойтесь, отпустили педаль тормоза, и сразу же газ. Она схватится довольно быстро. Система вентиляции загалом непогана, пока это не относится ветрового скла, лобового скла. Я не смогу высушить конденсат на лобовом склоне. Не сушиться, придется брать анчирку, придется протирать что-то. Что я должен протирать? До речи, конфигурация векна тут такая, что если даже немного ты его открываешь, потек повітря сразу псует отсутнюю в мене зачистку, но женок присутнюю. Это надо иметь на увазе. Мало того, если вы дошли и уволкнули дверники, вся водичка будет у вас тут, как была в мене. Очень понравились тормоза. Все легко объяснимо. Автомобиль легкий, не тяжелый, скажем так. И остановить его достаточно просто. На экстренном торможении она тормозит просто как об стену. Достаточно просто прыгнуть на педаль и создать там правильное усилие. Точно так же легко и комфортно, когда ты дозируешь торможение в городе, в нормальной неспешной езде. За тормоза 5+. Да и в целом, моторчик 1.3, даже его хватает, если бы все, что он умеет и может, не сжирало вот эта вот бестолковая трансмиссия. Разобраться, что происходит в мозгах вот здесь, в 5 раз сложнее, чем разобраться, что происходит в мозгах вот здесь. Но я вот этим мозгам, если сравнивать их вот с этими, доверяю больше. Потому что абсолютно реально, если вы увлеклись Ярисом, купите машину с механической коробкой передачи. Что бы вам ни рассказывали на Тойоте, как бы ни объясняли, почему именно так работает трансмиссия, поверьте, вы с ней намучаетесь. Не с Тойотой, а с этой коробкой передачи. Ярис 1.3 механика. Это то, что можно себе позволить. Ярис 1.3 с ММТ. Пусть Тойота ездит на ней сама.